Здравствуйте! Меня зовут Ольга Продан и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Выступление Тихоокеанского симфонического оркестра откроет ставшие уже традицией фестивали Дни культуры стран Азиатско-Тихоокеанского региона филармонии. Прозвучат произведения русских авторов Мусоргского, Бородина и Римского-Корсакова. В концерте примут также участие гости из Южной Кореи и Якутии. Начало 18.30, цена билетов от 400 до 800 рублей. Также вокально-симфонический концерт к 200-летию Алексея Константиновича Толстого пройдет на Приморской сцене Мариинского театра. В программу вошли произведения Рахманинова, Аренского и Танеева, цена билетов до 3000 рублей. В молодежной библиотеке БУК пройдет лекция, с чего начать свою карьеру в тревел-журналистике. Знаниями и опытом поделится редактор отдела туризма издательства «Эксмо» Катерина Шахова, также автор проектов «Моя планета», «Моя Россия» и «The Village в Владивосток». Пишет она про путешествия, приключения и впечатления. Она расскажет, как превратить свои поездки по миру в дело, которое приносит доход. Вход на лекцию свободный, начало в 19.00. Тему путешествий можно будет продолжить в главном корпусе музея Арсеньева. Там работает выставка в поисках страны УДХ в честь 45 лет со дня рождения Владимира Клавдевича Арсеньева. Работу, которую проделал великий исследователь, трудно переоценить. Выставка познакомит гостей с его жизненным путем, от подростка, жаждущего путешествий, до известного писателя с мировым именем. А если вдруг ощущения в пятницу 13-го у вас тревожные, поднять настроение можно будет на полуфинале Приморской лиги КВН. За попадание в сезон и главный приз – поездку на экзотический остров – поборются лучшие команды края. Начало в 19.00 в Фескохоле. Стоимость билетов от 300 до 600 рублей. Вечер субботы рекомендуем провести с поэзией. Из Москвы во Владивосток приезжает молодая поэтесса Тина Бем. Тема стихов Тины – это философские размышления, истории о русалках и китах, любви и чувствах. На концерте в баре «Контрабанда» она расскажет о своем творчестве и прочитает стихотворения. Часть из них – под звуки ханга – мелодичного перкуссионного инструмента. Начало в 20 часов. Вход – 350 рублей и чуть дороже – 500 в день проведения. Театр Горького приглашает на провинциальный роман в двух действиях «Прошлым летом в Чулимске». Спектакль по последней пьесе Александра Вампилова рассказывает историю молодой девушки из таежного поселка, которая влюбилась в приезжего мужчину и чей выбор не одобряет родной отец. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. Открытки 20-х годов прошлого века в честь одного из самых непростых отрезков истории края можно увидеть в антикварной галерее на Пасиетской, 28. 2018 год – знаковая дата – это начало интервенции на Дальнем Востоке. Среди экспонатов галереи встретится также подлинная суконная форма с обозначением всех нашивок американских и канадских экспедиционных сил, в которые они шагали по улицам Владивостока. На выставку можно попасть до конца октября бесплатно. Интерактивные инсталляции представляет в рамках необычного проекта Центр современного искусства «Заря». Арт-группа Ели Кука связала свои объекты между собой канатами, и любой зритель волен по собственному усмотрению вмешиваться в порядок, установленный художниками. Вход неограниченный. Ежегодный бал приуроченный к фестивалю искусств «Болдинская осень» – отличная возможность ощутить красоту минувшей эпохи. Гостей ждут классические музыкальные произведения Штрауса, Чайковского и Шопена, танцы, фуршеты и фотозона. Бал пройдет в Пушкинском театре в 17.00. Стоимость билетов – 300 рублей. На этом пока все. И скучных вам выходных. Еще увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok